В собрании депутатов состоялись депутатские слушания по проекту окружного бюджета на 2022 год и плановый период. Предложения и рекомендации постоянных комиссий собрания депутатов Ненецкого автономного округа представили их председатели. Депутатские слушания проводятся в парламентской комиссии по экономической политике и бюджету в соответствии с окружным законодательством. В них принимают участие представители органов власти, прокуратуры и счетной палаты. Согласно закону о бюджетном процессе в Ненецком автономном округе по результатам рассмотрения проекта закона об окружном бюджете на депутатских слушаниях вырабатываются депутатские рекомендации. Для подготовки проекта закона об окружном бюджете для принятия во втором чтении и иные рекомендации, подлежащие исполнению в течение очередного финансового года. До парламентских слушаний параметры окружного бюджета были рассмотрены депутатами на заседаниях постоянно действующих комиссий в собрании Ненецкого округа совместно с главными распорядителями бюджетных расходов. Я хочу сказать, что этим депутатским слушаниям предшествовала большая плановая системная работа, которая проводилась совместно с администрацией, профильными департаментами Ненецкого автономного округа и, разумеется, с депутатами. Информацию об основных параметрах окружного бюджета на 2022 год и на плановый период на слушаниях представила заместитель губернатора, руководитель департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Параметры окружного бюджета на 2022 год составляют доходы 22 млрд 394 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 млрд 674 млн рублей, расходы 24 млрд 533 млн рублей, дефицит 2 млрд 139 млн рублей или 12,1%. Предложения и рекомендации постоянных комиссий собрания представили их председатели Наталья Кордакова, Анна Булатова, Матвей Чупров, Александр Чурсанов и Андрей Смученков. Принятые рекомендации по итогам депутатских слушаний будут направлены в администрацию округа. На самом деле в соответствии с законом о бюджетном процессе, в котором мы в прошлом году приняли, у нас проходит второй раз депутатские слушания. Депутатские слушания прошлогодние, которые были выработаны предложения для администрации, для того, чтобы принять между первым и вторым чтением уже непосредственно бюджеты 2021 года в прошлом году. Затем то, что необходимо было проработать непосредственно в течение года при изменении бюджета, а также профильным департаментом на 80% исполнено. То есть это хорошая форма работы. Полный список рекомендаций будет размещен на официальном сайте собрания депутатов.